Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Современный рабочий класс, его место в системе общественного производства и политической борьбы». Ведет занятие первый секретарь ЦК РКРП, Петр Виктор Аркадьевич. Пожалуйста. Напоминаю, партнер, Виктор Аркадьевич дает вопросы к вискной форме и записные выступления тоже. Кому листочек нужны, пожалуйста. Спасибо. Так, всем добрый день. Вечер. Я думаю, надо начать с того, что отметить мудрость нашего ректора, потому что были некоторые события, по которым я ему предложил, что давай вот эту тему разберем, так сказать, на надо. Он говорит, вот ты и разберешь. Мы тебе сразу и попоручаем. Поэтому инициатива имеет продолжение. Ну, раз вызвался, надо продолжать. Значит, о чем идет речь? И какие эти предшествующие события? Первое, значит, многие здесь сидящих даже помнят, было у нас партийное мероприятие, партийное собрание в РКРП, а у нас уставом предусмотрены некоторые преференции для рабочих при формировании руководящих органов, да? И вот товарищи очень живо заспорили, так сказать. Речь шла об одном программисте, считать его рабочим или не считать его рабочим. Входит он в квоту рабочую при выборе, значит, в комитет или не входит. Ну, это, наверное, не так страшно или сложно, но интересен предложение по продолжению этой дискуссии. Нашелся самый мудрый, который говорит, давайте мы проголосуем и определим методом голосования. Является или не является? Вот это первое событие. Ну, оно может быть небольшое такое, но есть еще одно. Не так давно пришло письмо в Центральный комитет, значит, от хорошего товарища нашего, который занимается, в общем-то, и теорией, и наукой, и прочее, который ставит вопрос так. Вот послушайте. Значит, четвертая промышленная революция, о четвертой промышленной говорили на Довозском форуме, где там богатейшие люди мира собираются и толкуют. Четвертая промышленная революция в современной трактовке обозначила вектор на тотальный отказ от рабочей силы. Создаются дополнительные условия, когда пролетариат исчезает, как класс во всем мире. И далее. Следовательно, до тех пор, пока мы не конкретизируем и найдем качественную и количественную характеристику пролетариату в современных условиях, вся наша работа носит размытый характер. Тип народничества. Нам нужны однозначные критерии определения рабочего класса в современных условиях. Нам нужен предмет работы. С кем и что должен делать для подготовки и свершения социалистической революции актив нашей партии, скорее всего, через интеллектуальную революцию. Я не к тому, чтобы это разбирать, а просто в самой постановке эти вопросы, что такое рабочий класс, кто рабочий, кто пролетариат, кто пролетарий умственного труда, они так или иначе встают все время. По крайней мере, история РКРП уже более четверти века, и мы все время их, так сказать, помним. В связи с этим я хотел небольшой такой экскурс совершить в новейшую историю от РКРП, КПСС, как оно возникало. Значит, для нас, российской коммунистической рабочей партии, этот вопрос имеет, наверное, особое значение. Потому что в 1991 году при проведении учредительного съезда и выборе названия шла определенная дискуссия. И, с одной стороны, мы понимаем, что вот повторение коммунистической рабочей, название партии, это некая тавтология. Потому что коммунистическая партия, она по определению партии рабочего класса, и еще раз вроде как это, педалировать в названии, что еще и рабочая, ну, чересчур. И многие товарищи тогда говорили, что давай просто там историческое РКП возьмем, и все. Но, тем не менее, значит, развитие событий тогда подтолкнули к тому, что нет, все-таки вот на это дело, на повторение надо пойти. Почему? Потому что весь ход нашей борьбы внутри КПСС показывал, что в основном КПСС и потерпела поражение из-за того, что она переродилась. Она перестала выражать интересы рабочего класса, прежде всего. И поэтому, значит, и рабочий класс примерно так же относился уже в то время к партии. Вот на 28-м съезде партии выступал секретарь ЦК Разумовский с докладом и называл цифрой, что в 89-м году из партии вышло 137 тысяч человек, а в этом будет, наверное, еще больше. Только за первый квартал 90-го года, это 28-й съезд идет, 82 тысячи человек вышло. Я должен сказать, что это были в основном представители рабочего класса в первую голову. Вот на Ленинградской конференции, Михаил Васильевич не даст соврать, выступали секретари парткомов и говорили там, Ламон, 250 человек, прежде всего рабочих. Кировский завод вышли, 350 человек. Понимаешь, и это было уже массовым таким явлением. Значит, именно поэтому, наверное, в 91-м году, когда Ельцин выпустил свой указ, вот так, о запрете деятельности КПСС, в основном рабочий класс на это дело смотрел довольно спокойно, потому что это была уже не его партия. Вот так вот, по сути дела. И именно вот в этой части, значит, уже просматриваются первые расхождения нашего направления с нашими друзьями, соперниками из КПРФ, например. Потому что у них такой элемент выдвинут теории, значит, что многие помнят и читали. Их концепция примерно такая, что КПСС проворонило научно-технический прогресс. И поэтому, когда образовался так называемый технократический класс, это такой слой инженеров, передовой там науки и так далее, КПСС этого дела не уловила, не смогла приспособиться, изменить свои, так сказать, политические воззрения и тактику. И поэтому, вот на этом крутом повороте истории, она потерпела поражение. Значит, мы же стояли на точке зрения, и с этим выступали на 28-м съезде партии, что КПСС прежде всего перестала выражать точку зрения просто рабочего класса, классического рабочего класса, значит, общепринятого, так сказать, рабочего класса, тех самых, которые, значит, спускаются в шахты, стоят на конвейерах, работают на заводах, так сказать, разберительно с этим делом и прочее. Именно поэтому, вот, когда в 91-м году провели учредительный съезд РКРП и название взяли и предусмотрели в, значит, уставе определенные пункты по представительству рабочего класса в руководящих оргах, в партии, так сказать, на различных формах и так далее. Вот поэтому для РКРП этот вопрос, как бы сказать, ну, более чувствительный. Теперь продвигаемся дальше по, значит, дорожке теории и логики. Вот почему мы столько внимания уделяем классам вообще, да, и что такое класс каковое? Ну, вот мы, как марксисты, стоим на позициях, прежде всего, материализма, да, и понимаем, что в основе всего устройства человеческого общества в его развитии лежит материальное производство, так, при этом в нашем букваре, в манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельск отмечали, что их главным открытием, так, является, не, так сказать, теория революции или чего-то, а прежде всего открытие закономерности, вот, соответствие, значит, устройства общества, социального устройства общества, уровня развития производительных сил, так, вот Энгельс предусловие подчеркивал, что экономическое производство и неизбежно вытекающее из него строение общества в любой исторической эпохе образует основу ее политической и умственной истории, а дальше говорит, что в соответствии с этим со времен разложения первобытного общинного общества на классы, так, вся история человечества, есть история классовой борьбы, борьбы классов, там, рабовладельцы, рабы, феодалы, так сказать, крестьяне, так же подошли мы к обществу, значит, буржуазному классу, где два основных класса, это буржуазия, владельцы средств производства и пролетарии, значит, которые выполняют непосредственную работу в один класс, эксплуатируют другого, но именно из этой закономерности Маркс с Энгельсом вышли на вывод, что, значит, следует ожидать следующей общественно-экономической формации, которую они назвали коммунизмом, в общем, и которая покончит с эксплуатацией в целом, вообще и навсегда, тщательно, поскольку мы с вами коммунисты, то, так сказать, вот именно эта часть теории лежит в основе нашего интереса и строению общества, дальше по классову, и пути дальнейшего развития и нашей борьбы, и человечества вообще. Интересно, что вот академик Капица, да, который батька, тот настоящий академик Петр, он в своей лекции, посвященной столетию, значит, Эйнштейна, высказал мысль, что общественные науки, начиная с истории и последующих, стали науками только после открытия вот Маркса с Энгельсом этого закона в соответствии социального устройства общества, характер и уровня развития производительных сил. До этого это были описательные, так сказать, какие-то, значит, дисциплины, что видим, то и пишем, предполагаем, или есть разные мнения и прочее, прочее. Вот с этого момента общественная наука действительно справедливо претендует на право науку. Поэтому мы тоже, значит, занимаясь наукой, наверное, должны начать с того, чтобы определиться, что такое классы, как они, так сказать, нами рассматриваются и понимаются. Значит, Энгельс с Марксом, они в «Капитале», в предисловии, по крайней мере, там написано, что они понимают под классами. Класс буржазии – это класс собственников производительных сил. Значит, под пролетариатом мы понимаем класс современных наемных рабочих, которые, будучи лишены собственных средств производства, вынуждены для того, чтобы жить, продавать свою рабочую силу. Ну, вроде бы все и понятно по-человечески, но, значит, более полно, значит, по полочкам все это дело разложил и привязал к ряду основывающих признаков Владимир Ильич Ленин. Значит, в своей небольшой, но знаменитой работе «Великий почин». Классами, Ленин пишет, классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественной производства, по их отношению, большей части закрепленному и оформленному в законах, к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. И отсюда же, что классы – это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Значит, и вот, исходя из этого определения, очень удобно, ну, и посмотреть, так сказать, кто относится к рабочему классу, кто не относится к рабочему классу. Хотя находятся в этой общей цепочке, предположим, в составе людей, которые занимаются производительным трудом, но то ли в роли организаторов и управленцев, то ли в роли обеспечивающего персонала и так далее. Применительно к рабочему. Значит, его место в системе общественного производства. Рабочий – это тот, кто собственным трудом создает непосредственные материальные блага, ценности. Кто, значит, воздействует на предмету труда с помощью орудий труда и эти материальные блага создают. Их отношение к средствам производства какое? Ну, никакого они к этому отношения не имеют, ничего не имеют, поэтому он называется пролетарием. Да, хоть и где. Значит, способ получения своей доли общественного богатства какой? Продажа своей рабочей силы получают за эту цену, которую, так сказать, удается урвать и на этом живут и двигаются. Вот это у рабочих класса. Ряд этих признаков, они присущи и другим категориям. Ну, например, инженерно-технического работника возьмем, да, и так далее. Но, значит, в чем-то совпадает, а в чем-то розница. В данном случае, прежде всего, значит, его место в системе общественного производства. То есть, он у нем участвует, но непосредственным трудом своим, вот воздействуя на предметы труда, он материальных благ не создает. И поэтому в этом идет разница. Где-то можно посмотреть и, значит, вот когда речь идет о способе получения своей доли для инженерного состава, особенно управленческого состава. Вот эта составляющая, она при конкретном анализе тоже, значит, выглядит по-другому. Ну, во-первых, потому что многие, так сказать, эти служащие, так сказать, имеют возможность продвинуться по службе, так сказать, занять какое-то место по руководству, управлению процессов. А некоторые из них, ну, например, если возьмем там фигуру мастера. Я вот сам начинал с мастера на заводе. И всегда в советские времена было принято, так говорить, что мастер это ближайшая фигура, которая наиболее близка к рабочему классу. Вроде, если взять по профессиональным функциям, и сегодня у мастера та же самая, ну, задача. Организовал производство, так сказать, смотрит за распределением работ, за соблюдением тех процессов и прочее. Но, вот эта главная функция мастера сегодняшнего, это уже самый первый надсмотрщик, который стоит над этими самыми рабочими. Хотя тоже участвует в системе, значит, общественного производства, ну, и тоже наемный работник, занимает свое место. Далее я хотел бы, значит, остановиться на следующем переходе, нашем логическом, что, значит, важен для нас рабочий класс, как, значит, непосредственный производитель материальных благ, и поэтому занимающий ключевое значение в системе общественного производства. Но при этом мы говорим, что это самый передовой класс. Это в манифесте записано, что это самый передовой и единственный революционный класс. Вот так это или не так? Почему? Значит, и это так, значит, это объясняется прежде всего местом рабочего класса, значит, в системе общественного производства. И отсюда, значит, вытекает то, что это эксплуатируемый класс. Но в отличие от других эксплуатируемых слоев, значит, работников, там, населения и так далее, значит, его положение таково, что он освободится от вот этой эксплуатации, может только, а, покончив с эксплуатацией вообще, и тем самым освободив от эксплуатации и все остальные свои трудящихся. Учителей, врачей, даже профессоров, ректоров, так сказать, некоторых, ну и так далее и тому подобное. Вот этим объясняется его положение, законное положение, как самого передового и революционного класса нашего общества. Значит, в манифесте коммунистической партии, это вот такими словами подчеркнуто, что пролетарское движение, есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства. Пролетариат самый низший слой современного общества и не может подняться, не может выправиться без того, чтобы при этом не взлетела на воздух вся возвышающаяся над ним надстройка из слоев, образующих официальное общество. Вот Владимир Ильич Лянин придавал особую роль не только вот рабочему классу, так сказать, вообще, но и месту, значит, рабочего класса, значит, в системе построения нового общества и прежде всего, значит, сразу после совершения социалистической революции. В той же работе, которую мы уже упоминали, «Великий почин», Владимир Ильич Лянин пишет, что вот диктатуру пролетариата, если ее объяснять, значит, своими словами, оттолкнувшись там от латыни или прочее, она означает только то, что вполне конкретно определенный класс, а именно городские и фабрично-заводские и промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе сначала за свержение иго-капитала в ходе самого свержения, а дальше в борьбе за удержание победы, укрепление победы и в деле созидания нового общества. При этом я бы хотел обратить внимание на то, что Владимир Ильич Лянин в своих многочисленных работах он обращал внимание не только на класс в целом, и не только на то, что этот класс ключевое место занимает в системе производства, в системе промышленных центров и политически давляет над всеми, потому что его интересы включают интересы всех слоев общества, но также обращал внимание на тот характер, что ли, труда, вот этого коллективного труда больших масс, который придает, ну, особые, что ли, свойства рабочему характеру и их особому умению вести борьбу дальше. Где, в чем это выражается и вот где это можно посмотреть? Значит, многие помнят, значит, некоторые работы Владимира Ильича, которые касаются его последнего, так сказать, периода жизни, наверное, вот как реагризовать Равкрин, значит, очистки партии и прочее, прочее, где он несколько раз или много раз подчеркивал, что не просто рабочие, а те рабочие, которые из крупных машинных предприятий, которые имеют серьезный стаж работы, причем не менее десяти лет, он в некоторых работах подчеркивал, да, значит, почему? Потому что, говорит, они вот в этой работе, они приобретают особую закалку. И вот в небольшой статье очистки партии он писал, да, что надо обязательно учитывать мнение именно этих рабочих, прислушиваться именно к ним, значит, потому что это те люди, которые снискают себе хлеб, значит, в поте лица своего, и, значит, остро реагируют и внушают отвращение на таких типов, значит, которые только называются коммунистами, и вот именно эти рабочие, вот заметьте, не имеют никаких привилегий, не имеют никаких связей, никаких путей к начальству, знаешь, вот это во многом оно выражает суть, потому что другие слои, они как-то вертятся, приспосабливаются, очень часто у них возникает возможность продать свои способности, услуги правящему классу, да, скатимущему классу, устроить свою жизнь как-то получше, по-другому, у рабочего, как правило, этих возможностей нет, да, в целом, как у класса, причем специально в качестве лирического отступления, да, мне что-то хотел бы привести такой пример, который мне встретился, который мне понравился до общего внимания, что можно в классической литературе у высокоталантливых художников найти вот отражение этого явления, ну, почти все из нас читали, а многие любят детективы Жоржа Семенона, так, у него есть такой хороший социальный роман, Негритянский квартал, кто-то может быть читал, вот там, значит, такая фабула, молодая чета, молодожены, французы, она, Жермена, его зовут Дюкюш, на пароходе плывут в страну Эквадор, они, он инженер, зафрактовались там какую-то горнодобывающую компанию на много лет и оказались по пути в Панаме, в этой Панаме, когда они пошли отоваривать аккредитив банковский, выяснилось, что эта компания разорилась, и они без средств, без ничего тут, вот, в этом, значит, месте болтаются, пытаются как-то выжить, где-то чего-то заработать, где-то чего-то добыть, урвать, вращаются в общине белых людей, потому что, ну, ближе к ним, к самому, с трудом выживает, вот этот француз, значит, по советам некоторых там наставников, пробовал заработать деньги тем, что встречал пароходы и туристов водить в определенные бары, казино, там, бордели или еще куда-то, и в это время, когда он там ждал очередной пароход на крановой лебедке в Кабистане, случилась авария, крановщику руку оторвало, и он, так сказать, пользуясь тем, что он инженер, предложил свои услуги, сел на этот самый Кабистан и начал зарабатывать деньги, и вот он после смены приходит в бар, где обычно ему что-то отпускают в долг, смотрят на него с высока и не далее. Дипош вошел в развалку, был час вечернего аперитива и завсегда сидели на своих местах. А это ты провачал в бармен, джек? Ну как, нашел клиентов? Нет, ответил Дипюш, зато нашел место. Сколько я тебе должен? Он вылгнул тоненькую пачку денег, долларов семь или восемь, пароходная компания сдержала свое слово и рассчиталась с ним по двойной тарифу. Какое место? Крамовщика. Пока временно, там произошел несчастный случай. Думаю остаться в порту. Во всяком случае, мне уже предложили вступить в профсоюз. Дерьмо, сказал женский голос. Лили то, что встала и теперь завтракала за соседним столом. Кто-то фыркнул, джек тоже с трудом сдержался от смеха. Можешь гордиться, папа яблочко. Дипюш не понимал. Он думал всех поразить, но над ним хохотали. Не врубился, парень? А ну-ка скажи, ты видел где-нибудь крановщика, который разбогател. Ты что там делаешь? Работаю на Кабистане. Чудесно. Вот ты будешь работать на нем всю жизнь. Пойми, если даже и бывает счастливый случай, на Кабистан он к тебе не придет. Можно торговать сосистиками, можно лотерейными билетами, можно собирать окурки на тротуарах и открывать дверцы машин. Это не помешает тебе разбогатеть, если счастливый случай подвернется. Но если ты станешь рабочим, да еще членом профсоюза, пиши пропало. Сутенеры в своем углу улыбались и дружно кивали. Вот как бы из художественной литературы, а дальше возвращаемся к нашей науке и к разбору наших полетов. Значит, вот из предыдущего нашего анализа очень важно подчеркнуть, что пролетариат в любой капиталистической стране играет роль несравненно большую, чем его доля в общем составе работающих или населения там есть. Почему? Потому что, во-первых, он занимает вот это центральное положение в системе материального производства, а во-вторых, потому что он выражает интересы всех других слоев наемных работников, скажем так. Значит, переходя к сегодняшнему дню, значит, исходя из тех записок, которые я зачитал, встает вопрос. Вот что у нас сегодня? Значит, капитализм изменился, значит, может уже эти понятия в какой-то степени устарели или перестали существовать там и рабочие классы, и, значит, даже сами буржуа. Мы, как марксисты, исходим все-таки из вот этого главного посыла, что в основе всего лежит материальное производство. И прежде всего человек должен питаться, пить, иногда даже выпивать, одеваться, жить, так сказать, в тепле, ну, и так далее, и тому подобное. И все это, значит, дает материальное производство. Изменяется ли условия труда, характер труда, научно-технический прогресс, как мы, конечно, изменяется. Но, если раньше работал там рабочий лопатой, земляков, да, а потом он сел за рычаги экскаватора, то вот то самое место в общественной, в системе общественного производства, которое определяется лезинской формой, за ним осталось то же самое. Он выполняет вот эту работу и создает соответствующие материальные блага. Поэтому нисколько марксизм не устарел, значит, никто еще килобайтами не согрелся информацией. И хотя по телевидению сегодня организовано у многих там по сто с лишним каналах и прочее, если ты просмотришь сто обедов по этим ста каналам, значит, в животе у тебя, может быть, заурчит, но не от того, что туда что-то, так сказать, упало на дно. Поэтому материальное производство прежде всего и жизнь так устроена, что для того, чтобы в том числе эти ста каналов работали, значит, чтобы амперы по проводам шуршали, значит, троллейбусы по улицам ходили, батареи грели, кто-то должен спускаться в шахты, кто-то должен стоять у доменных печей, кто-то за местами на конвейерах, у станков, ну и так далее, и тому подобное. И само устройство мира в связи с развитием вот этого научно-технического прогресса и существованием классов, оно принципиально не меняется. Вот последние сведения о социальном расслоении, они говорят, что 8 богатейших людей мира, миллиардеров, владеют состоянием таким же, как 3,6 миллиарда людей, миллиарда людей наименее обеспеченных. То есть, 8 человек практически владеют и имеют столько, сколько половина человечества. Если эта тенденция сохраняется, то по прогнозам там где-нибудь через 10-15 лет мы можем быть увидим первых триллионеров. Представить или как чего страшно. Значит, поэтому полностью Марксова теория, которую он вывел, анализируя вот эту первоклетку, называемую товаром, и отсюда вывел всю картину частнокапиталистической практики и эксплуатации, она на сегодняшний день и с точки зрения науки серьезной, и с точки зрения нас, как партийцев, полностью сохраняется в исправедливость, и об этом говорят в том числе и цифры статистики. Вот там данные таблицы, с которой не так давно у нас выступал Степан Сергеевич, здесь же сегодняшняя статистика по России она уже не такая объективная и строгая, как была когда-то, когда-то я имею ввиду времена Владимира Ильича, когда он анализировал развитие капитализма в России, но даже если верить сегодняшней статистике, то количественный состав рабочего класса исчисляется миллионами. Значит, по разным можно методикам судить, но примерно, я по моим прикидкам, это колеблется где-то в районе от 20 до 38 миллионов. Почему такой большой разброс? это тоже зависит от методики, наверное, где-то здесь допускается двойной счет, потому что приводятся цифры высококвалифицированные рабочие примерно 12 миллионов, низкоквалифицированные 8 миллионов, а дальше идут не очень конкретные цифры операторы, машинисты, аппаратчики, да, может быть, они повторяют, так сказать, скажем, там, квалифицированных рабочих, может быть, отдельно, может быть, включают в себя в том числе аппаратчики кассовых аппаратов, так, или там, машинисты ЭВМ, как есть, но тем не менее, это десятки миллионов, значит, людей, замечу, что это в отдельном весе гораздо больше, чем было в царской России в 1917 году, в 1917 году, значит, напоминаю, где-то у меня эти данные есть, значит, по разным данным общее число рабочих определялось где-то в цифру более 10 миллионов, но прежде всего, значит, обращалось внимание, что их стало больше, стало больше, хотя во время империалистической войны шло снижение, а больше их стало сосредоточенных на крупных машинных производствах, и оценивается, значит, вот это количество 4 миллиона 320 тысяч, то есть, гораздо, гораздо меньше, чем сегодня и прочее, но, еще раз обращаю всех внимание к тому, что нечисленностью определяется, значит, сила рабочего класса в этом деле. И еще, значит, что интересно, Владимир Ильич подчеркивал, что не только потому, что пролетариат самый передовой, самый революционный класс, он, значит, может решить и изменить, не только потому, что он по численности растущий класс и рост его численности определяется научно-техническим прогрессом и развитиям промышленности, но в том числе потому, что большая часть населения России, она так или иначе в тот или иной период своей жизни, года, скажем так, существует в виде рабочего класса, существует в виде, значит, наемных рабочих, которые вынуждены себе снискать пропитание, именно, значит, нанимаясь на ту или иную фабрику, на ту или иную производство для того, чтобы. Это тоже такой важный момент, который, значит, нужно учитывать и хорошо знать. Значит, продвигаясь дальше, смотря на часы, я хочу вернуться к тому моменту, который говорит о, значит, том, что рабочий у нас, рабочий класс, передовой класс, но при этом мы, наверное, должны хорошо понимать, что это совсем не означает, что вот это прогрессивность автоматически переносится на каждого члена класса, на каждого рабочего, что ты если рабочий, так сказать, слушаешь, что гигимон говорит, и все профессора, там, не в этом дело, значит, совсем, конечно, не обязательно, и более того, значит, не только отдельный рабочий, а целые, значит, национальные отряды рабочего класса могут занимать отнюдь не передовые позиции, и хорошо известно, описано у Ленина, и у Маркса с Энгельсом уже было, что в наиболее развитых странах, благодаря тому, что они эксплуатируют колонии, так сказать, и отряды, так сказать, колониального там рабочего класса, значит, они имеют возможность подкупать целые отряды рабочего класса, которые занимают, соответственно, позиции про-буржуазные, позиции, из которых вырастает целое направление оппортунистическое, классическое социал-демократии, которое, значит, по сути, является управляющим элементом бурджетии в рабочем движении, и именно которому Владимир Ильич в конце концов выдал свою знаменитую формулу, что баронцы против империализма, не борясь одновременно с оппортунизмом в рядах рабочего движения, есть пустая и лживая фраза. Вот это, можно сказать, такой важный момент. Следующий переход, и на чем я хочу остановиться, это, возвращаясь к нашим спорам, что ли, разбору, значит, кого считать рабочим, кого не считать рабочим, так сказать, почему нам важно именно, так сказать, принадлежность к рабочему, и, соответственно, на что должна обращать партия внимания в этой принадлежности, то ли, значит, внимательнее смотреть в трудовую книжку и допытываться, значит, ты там каким рабочим являешься, да, то ли на что-то другое. Вот, собственно, подход упрощенный, который отталкивается от, ну, квалификационного справочника, вот есть запись рабочая, да, но она мало дает, конечно, но мало что, потому что можно с одной и той же рабочей специальностью, так сказать, быть водителем и участвовать в непосредственно производственном процессе и там за рулем Белаза сидеть, там, а можно, так сказать, возить жену директора, так сказать, тоже водителем считаться быть или что-то, но, значит, чтобы не самим различные измышления строить, я хотел, значит, опять же, обратиться к Владимиру Ильичу, когда он, значит, вот в этих своих последних работах, именно отталкиваясь от того характера, который приобретают рабочие в трудовом коллективе, в коллективном труде, да, делал те или иные, значит, политические выводы и предложения, имеется в виду и своим соратникам в те 20-е годы, и нам с вами сегодня когда бы советуются чего делать, как идти и так далее. Ленин, я считаю крайне опасным оставить без изменения предлагаемые Зиновьем краткие сроки, речь идет о приеме в партию и прочее, прочее. Несомненно, у нас постоянно считаются за рабочих такие лица, которые ни малейшей серьезной школы в смысле крупной промышленности не прошли. Сплошь и рядом в категорию рабочих попадают самые настоящие мелкие буржуа, которые случайно или на самый короткий строк по необходимости превратились в рабочих. лекарств. То есть, конечно, исходя вот из всех рассуждений, всей логики к событию, прежде всего, речь идет о рабочем классе, а не каждом конкретном. И о рабочем классе, который сосредоточен на крупных производствах. Поэтому и сегодня и для РКРП, наверное, и для других организаций, когда мы рассматриваем вопрос, что для нас важнее и значит, где тот или иной товарищ партиист, предположим, занимает более важную позицию для общего дела, то в первую очередь наше внимание должно быть обращено к тем производствам, где сосредоточены более крупные трудовые коллективы, к тем производствам, которые являются ключевыми в тех или иных отраслях экономикой, значит, в тех производствах, где можно, приложив, может быть, меньше усилий, оказать больше управляющего воздействия на ситуацию в целом. Вот заметьте, кстати, что значит, в этой новейшей истории, которую мы с вами помним и которую чаще всего разбираем, значит, наиболее заметные выступления рабочих проходили в тех отраслях, где характер труда вот их по максимуму именно объединяет и к этому ведет. Шахтеры, независимо от того, там это со знаком плюс или минус, то есть, это в начале 90-х годов, когда шла атака там на КПСС и Советский Союз, или значит, ближе к 98-му году, когда появились рабочие комитеты в той же Воркуте и прочее, прочее. Докеры Санкт-Петербургского морского порта, рабочие на конвейерах, вроде бы те же товарищи с Форда, так, значит, в Калуге у нас с Вольксваген, да, с Вольксвагена там и другие. Да и те же обидиспетчеры, их опыт борьбы тоже во многом объясняется, вот их ключевым положением в этом, так сказать, в этой цепочке производственных, где они это дело сумели организовать и знать, за что они там боролись. Значит, исходя из того, что у нас время идет к вопросам, да, значит, хотел бы предложить некоторые выводы, что ли, из всего этого, хотя, на всех аспектах и все примеры разобрать, неуспеваем мы. Выводы какие? Вот первое, если выражается совсем просто, классы находятся на своем месте, никуда они не исчезают, никакой научно-технический прогресс, значит, их природу не изменил, рабочий класс занимает центральное место в системе общественного производства и, что особенно важно, выражает интересы всех других слоев трудящихся, в том числе, значит, мелкобуржуазных слоев общества, которые у нас тоже, так сказать, существуют и возродились. При этом, Владимир Ильич Ленин, кстати, вот этот момент, маленькое отступление, особо подчеркивал, говоря, что это очень важно понять, что рабочий класс выражает интересы мелкобуржуазных слоев, несмотря на то, что эти мелкобуржуазные слои в сегодняшнем положении никогда не поддержат рабочий класс, на пути к власти, что мы поддержим, а вот, когда он завоюет, вот, тогда они присоединятся, потому что увидят и поэтинка. Значит, второй вывод у нас, особое внимание коммунисты и коммунистической партии должны обращать, как и прежде, на рабочий класс крупных машинных производств, ключевых отраслях и направлениях. Третье, характер труда, конечно, меняется с развитием научно-технического прогресса, труд становится более квалифицированным, больше знают, и сегодняшний рабочий, конечно, это во многом не тот рабочий, что в начале века было или где-то, хотя и в начале века были вуздоровки киево стера, значится, более квалифицированным, вот это его, вот, классовая природа не меняется нисколько. Четвертое, когда мы рассматриваем другие слои наемных работников, и вот возникает у нас, значит, частенько и споры, или просто, так сказать, качаем в мозговом ситуацию, значит, к рабочим, не к рабочим, пролетария умственного труда, или не пролетария умственного труда, и так далее. Очень важно исходить из диалектического понимания понятия границ, границы, которые не только размежевывают, не только разделяет по определенным принципам, границы, это те области, где наблюдается наличие тех и других принципов. Так? Поэтому инженер, который участвует в управлении производством или в управлении людьми на соответствующем заводе, для нас участник этого производственного процесса, и с точки зрения внимания значения, что ли, для нашей политической деятельности и так далее, он важнее, чем тот, который командует чем-то в службе быта или гастрономию. Пятое. мы должны правильно понимать, что рост сферы обслуживания и рост непроизводительной сферы, в том числе паразитических услуг, это, в общем-то, то явление, которое вытекает из роста значения сферы материального производства. Именно потому, что там вкладываются основные усилия, растет производительность общественного труда, значит, возникает возможность развиваться вот этим самым сферам и обслуживания, и обеспечения, многие из которых уже, так сказать, на себе тельняшку рвут и пытаются заявить, что они креативный класс, что они, так сказать, могут определять судьбу общества и двигаться дальше. Ну и, наконец, и тоже все-таки все это дело, значит, отвечая на вопрос вот те изменения, которые происходят в характере труда, прежде всего, ну и в структуре производительных сил, они о чем говорят, вот, непосредственно какой, я думаю, что это значит, говорит о том, что роль субъективного фактора, то есть, наличие передовой партии вооруженной научной теории, ее значения для организации общей борьбы, они на современном этапе должны возрастать. Насколько это у нас получается, говоря, к сегодняшнему дню, я думаю, что пока не очень, так, но это не, сколь не означает, что сам путь неправильный, путь мы знаем, путь правильный, поэтому, по этому пути надо двигаться вперед и, как говорил машинист паровоза Новичихин, не дрогнем на избранном пути. Спасибо. Поступили вопросы? Ну, про Россию у матросов. Так, а были ли примеры, когда придавали рабочие в парламенте, передовые рабочие в парламенте переходили на позиции буржуазии, комарованы? Конечно, были, значит, я думаю, что не, еще этих примеров можно много, если не рабочих, а просто брать, те, кто называет себя сторонниками рабочего класса, то этих примеров мы можем, значит, массу привести, значит, начиная с того, что первые два спикера Государственной Думы были из фракции КПРФ, они себя называли коммунистами, да? Сначала Ваня Рыбкин, потом Селезнюк. Где они сейчас? К Рыбкину, кстати, вот, я приезжал в Москве, когда он еще не был поседателем, а Верховный Совет РСЦР тогда был, у него за спиной полосатый флаг, Варь, как тебе не стыдно? Я приходил просить машину, чтобы развести народную правду в Москве. А он мне говорит, слушай, ну ты что, фу на него, это же маскировка, вот, когда вернется наша власть, мы красный поставили. Примерно так. Но это то, что касается всех известного, да? Мы можем вспомнить, сколько там предателей наплодили фракции КПРФ за это время, одних губернаторов там был, Машковцев, Михайлов, Тулеев, Ткаченко, да? Ткачев, значит, Хлодорев, ну и так далее. Вот они все Единая Россия. Если говорить о рабочих, ну вот про Госдуму трудно говорить, потому что там рабочих почти не было, ну почти не было, да? Там покойный Шандыбин, и то вышел из КПРФ в конце, вышел из КПРФ, так? А если вообще брать период, то были, например, значит, вот, не дадут мне старики соврать, на заре движения Веня Ярин, металлур, прокатчик, прокатчик из Нижнего Тагила, сопредседателем УФТ, всесоюзного УФТ, так? Депутат Съезда народных депутатов СССР вошел в президентский совет при Горбачеве, приезжал на инициативные съезда, с балкона наблюдал, как мы здесь это самое развиваемся, и потом мы встретились у него в номере, вот, Михаил Васильевич был, я был, еще с нами ряд товарищев, Масунов, Попков, это его соратники из ЦЭКа, из Нижнего Тагила, пришли поговорить, и пришли к Вене, а попали к Вене, Амин, там, как, ну, угощайтесь, вот тут, так сказать, бананы, виноград, в те времена это было, и начинается с нами разговор, вы что, не понимаете, у него, Михаил Сергеевич, у него же такие задачи, он же огромной страной руководит, на нем такая ответственность, мы должны ему доверять или нет, должны мы ему дать возможность для маневра, если надо до временного отступления, он знает куда везти, едим мы виноград этот, значит, выпиваем по стопочке Рома, и вот там Володя Масунов, который с ним на одном стаде стоял, прокатом, говорит, Веня, Веня, мы тебя посылали, чтобы ты волю рабочего класса в этом президентском совете проводил, а ты че, ты волю президента пришел нам здесь подталкивать, пошел ты, Веня, нахрен, ромда пили, пошли мы, ребята, отсюда, ну его, вот классический пример, а хороший был человек, понимаешь, а вот не выдерживает, нет фундаментальной что-ли, подготовки нет, в том числе, так, Маркс писал не просто о рабочем, но о совокупном работнике, то есть о служащих и управлении, и технологии, и о том, что наука превращается все больше в производительную силу, поэтому сегодня неправильнее говорить о производительном классе. Вот мы с Михаилом Васильевичем, кстати, перед лекцией этой темой касались, значит, о науке, науке, известной формулой и раньше, так сказать, просто знание и сила, да, еще Францис Бекон сказал, но при этом, значит, наука становится непосредственно производительной силой, если она реализуется через основные фонды, скажем, внедряясь через них, как голосились там точно цитату, реализовавшись в основном капитале, проявившись в основном капитале, то есть сама по себе наука, она еще не переместит на самолёт, тебя там отсюда во Владивосток, надо самолет построить, это надо на заводе как-то сделать, то есть все это воплощается все равно через производство материальных благ, а в этом сложнейшем процессе, сложнейшем процессе участвуют, конечно, не только рабочие, а участвуют и управленцы, участвуют те, кто управляет не людьми, а управляет производством, кто готовит производство, кто создает соответствующее условие и прочее, прочее, все это вместе взятое, наверное, можно выразить в понятии совокупный работник относительно этой истории, говорят, что было довольно интересное направление, которое, наверное, надо признать таким ревизионистским, жульническим, что ли, когда, пользуясь тем, что по-немецки одинаково звучат работник и рабочий, внедрив у нас, как бы, как бы через перевод понятия совокупные рабочие, некоторые люди умудрились, значит, не только записать в рабочие конструкторов, инженеров, там, и диспетчеров, но и защитить докторские диссертации даже, но потом это дело было заплачено, потому что в переводе, значит, в авторском переводе на французский язык, то дочка, там, или родственница Маркса, да, значит, да, там было показано, что имел в виду Маркс именно понятие, так сказать, рабочий, да, правильно, так, это то, что касается здесь, здесь, значит, как вы относитесь к главной задачей борьбы за сокращение рабочего времени в влечении свободного времени, ну, лично я отношусь к этому положительно, значит, только не считаю, наверное, что это самая главная задача вообще, ну, хотя, если исходить от того, что она сохраняется и после взятия власти, при построении, так сказать, социализма, и вообще, так сказать, задача увеличения времени для развития человека, и развития человека, это цель вообще-то деятельности коммунистов, можно говорить, что и главная задача, так, а если говорить вот о сегодняшнем, что ли, нашем состоянии, то я думаю, что мы должны прежде всего видеть, как это свободное время воруют, а рабочее время увеличивают, причем увеличивают бесстыдно, и не только, значит, вот тут данные дал, например, наш ректор, который показывает, что сегодня продолжить, средняя продолжительность рабочего дня, если исходить из общего фонда рабочего времени, в России больше, чем в Великобритании, во Франции, Германии, и так далее, но проигрывает таким странам, как Мексика, Кострорика, Корея, то есть, там степени квадратации выше. А у нас, вот один из характерных примеров, которых многих еще коснется, а некоторые успешно подскочили, он заключается в том, что уже правительство откровенно признало, что пенсионный возраст необходимо повышать. Вот, воруют годами целыми этими самыми. С трудом доживает средний мужчина до пенсии, но надо поднять, надо, сказать, из-за этого. Хотя, всем понятно, что с ростом научно-технического прогресса, наоборот, должно, так сказать, больше времени оставаться, в том числе свободного куска жизни, чтобы вот осуществлять связь поколения, заниматься там, с детьми, внуками, передавать опыт и еще что-то такое, так далее. Так, какая тактика борьбы могла бы способствовать достижению этой цели? Возможно, для этого добиться в буржуазном государстве или это возможно только в государстве диктатуры пролетариата? Имеется ввиду продолжение этой темы после крещения рабочего дня? Я думаю, что, значит, коренным образом, конечно, это возможно решить только после социалистической революции, но это не значит, что не надо обороться сегодня. Конечно, надо, потому что, во-первых, вот эти примеры, что в наиболее развитых капиталистических странах, Франция, у нас, ну, почти 2000 часов, фонд рабочего времени, годовой, во Франции 1480, в Германии 1370, в Великобритании 1600, то есть, есть за что бороться и вполне возможно бороться и здесь, это раз. Но, во-вторых, противостоять тому, чтобы не потерять и то, что сегодня имеем, это тоже предмет борьбы, не будем бороться за счет нему, это однозначно известно, в том числе, это я к вопросу о пенсии, так сказать, мы с Михаилом Васильевичем уже получили, а многим еще предстоит, так, все, значит, вот этот подпобед расшифровка, пока вы расшифровываете, может заключить на условиях, давайте переходим к выступлению, пополнику вас, пожалуйста, уважаемые товарищи, я прежде всего хотел бы отметить, что Виктор Аркадьевич сделал очень глубокий, содержательный, яркий и интересный доклад, и я со всеми основными положениями этого доклада безусловно согласен, но я хотел бы сделать некоторый такой шаг, взгляд со стороны, эту же проблему поставить так, а вот каково место интеллигентов партии рабочего класса в связи с этим, насколько партия рабочего класса это авангард рабочего класса, в чем задача авангарда, задача авангарда состоит в том, чтобы научно выяснять интересы рабочего класса, В, вносить сознание этих интересов в рабочий класс, и В, организовывать класс для борьбы за свои интересы. При этом в работе что делать? Ленин прямо говорил, что безусловно, рабочие сами самостоятельно выработать научную идеологию рабочего класса не могут, поэтому роль интеллигентов, которые становятся на позиции рабочего класса, как раз состоит в том, чтобы содействовать выработке и вырабатывать идеологию рабочего класса и вносить сознание этих интересов рабочего класса в класс. Плеханов эту тему поднимал в книге о Чернышевском, что, конечно, говорит, каждый, безусловно, все признают, что средний интеллигент больше знает, чем средний рабочий. Но в политике речь идет не о знании, а о сознании. А положение рабочего класса предопределяет его действие в гораздо большей определенности, чем положение интеллигента. То есть, куда пойдет интеллигент, это мы не можем сказать, исходя из того, какое у него положение. А какое у него положение в буржуазном обществе? Положение в буржуазном обществе интеллигента такое, что если рабочий класс живет главным образом за счет и только за счет необходимого труда, И часть этого необходимого продукта, который он вырабатывает, он отдаёт врачам, учителям, артистам и так далее. То есть он сам потребляет меньше, чем он создаёт необходимого только продукта. Всё остальное прибавочный продукт получает в буржуазии, и потом он начинает докторам, профессорам, медикам, учителям, артистам, системотехникам, программистам. И они все живут за счёт прибавочного труда и находятся в положении людей, которые непосредственно работают за счёт вот этого прибавочного труда и в прямой зависимости находятся от того, а сколько им вот дадут. А организоваться они, конечно, для борьбы не могут, потому что в чём характерная особенность труда интеллигента. Человек, что такое интеллигент? И это носитель знания. Как носитель знания, всё у него зависит от личных способностей, личного таланта, личного труда. Поэтому особенно коллективизма со стороны интеллигентов ждать не следует. Какие бы они прекрасные не были, талантливые, замечательные, преданные и своему делу, и своей профессиональной науке, и рабочему классу. И тем не менее, вот тот коллективизм, который необходим для организации партии, для организации борьбы за дело рабочего класса, он идёт, конечно, от рабочего класса. Поэтому весь вопрос, который обсуждаться должен, это не вопрос ни о количестве рабочего класса, потому что положение рабочего класса таково, что он больше всех остальных слоёв, если мы не берём буржуазию, естественно, мы не берём слоёв трудящихся, больше всех остальных слоёв, он заинтересован в уничтожении классов, совершении социалистической революции. И доведении до конца процесса полного уничтожения классов. То есть он заинтересован в том, чтобы дойти до полного коммунизма. Все остальные, в той или иной степени, на этой дороге стоят уже намного впереди рабочего класса. В том числе и представители умственного труда, причём, скажем, привилерованные представители, скажем, тот же самый профессор, совсем его не затрагивает проблема улучшения условий труда, которая есть у шахтёров, которая есть на любой фабрике, на любом заводе. Значит, проблема травматизма, только если он споткнётся, и не упадёт, и не рухнет в связи с преклонным возрастом. То есть такой проблемы просто не существует у лиц умственных профессий. При этом вот мы наблюдаем, как это ни странно, вместо того, чтобы заботиться о том, чтобы встать на позиции рабочего класса, а это проблема. Человек должен выражать не свои собственные интересы, я имею в виду интеллигентов, а интересы рабочего класса, не будучи представителем рабочего класса. То есть он как бы должен быть немножко декабристом. Декабристы, как известно, были дворяне, но они боролись за интересы крепостных крестьян, за освобождение от крепостничества. Или, скажем, немножко быть Энгельсом, который был, как известно, сыном фабриканта. Папа у него был фабрикант, потом папа умер, и Энгельс получил наследство в фабрику и стал фабрикантом. Но он не сошёл с позиции рабочего класса, и где не вздумал, как-то приспосабливаться и доказывать, что фабриканты являются членами рабочего класса. Или что, пишущие книги, там скажут, что Маркс является рабочим, или что Энгельс является рабочим. И Ленин не вздумал никогда доказывать, что он является рабочим. А вот мы уже в течение десятков, наверное, уже лет, Виктор Акадьевич, наблюдаем, что наши товарищи, очень хорошие товарищи, активные общественные товарищи из числа интеллигентов, входящих в партии, претендующие на партию рабочего класса. Вот как-то хочется им не встать на позицию рабочего класса, а вот как бы ничего не надо делать и просто записать себя в рабочий. И тогда ещё бы и руководить этим рабочим классом, вместо того, чтобы помогать рабочему классу осуществлять его руководящую роль. Вот что мы наблюдаем. И вот с этим связаны все эти попытки, какие-то недоговорённости искать, вот здесь Виктор Акадьевич говорил о французском переводе, капитала, который осуществили дочь Маркса Лаура Лафарк и муж её, Коль Лафарк. В этом переводе однозначно можно понять, что никакого совокупного рабочего у Маркса нет. Это по-немецки «гезамт арбитер», то ли совокупный работник, то ли совокупный рабочий. Наши граждане в том самом институте марксизма-линизма, который тоже был заражён ревизионизмом, так это хорошо перевели. А во французском переводе написано «гезамт травае» по-французски, а рабочий, совокупный рабочий будет «уврир». Поэтому там нет рабочего, там работник. И всё, и всё это развеялось. Точно так же, как у Маркса в «Капитале» говорится, что наука является всеобщей общественной производительной силой. Кто не верит, пусть проверит. Перелистайте «Капитал», и там ничего другого вы не найдёте. Но есть одно такое высказывание, одно место, и Виктор Акадьевич его упоминал, которое в целиком звучит так. Воплощаясь в основном «Капитале», то есть, когда уже это не идея, а уже в железе всё это материализовано, наука становится непосредственной производительной силой. Поэтому, скажем, вот если вы сделали одну машину, прекрасный новый установок с числовым программом управления, вот эта идея материализовалась в одном станке. Если вы сделаете вторую машину, от этого ничего, идеи не прибавится. Третью машину тоже не прибавится. Если у вас есть три машины, и вы их в Центральной Африке поставите, вы будете бедная, несчастная, экономически отсталая страна. А если у вас будет три тысячи, а если будет тридцать тысяч, а триста тысяч таких станков? А ничего, идей не прибавляется вообще. А материальное производство развивается. Поэтому для того, чтобы сохранять вот уровень производства, вообще интеллигенция не нужна, потому что уже все это известно. Интеллигенция должна новым заниматься, открывать новые, а она старается доказать. И в том числе наши хорошие самые товарищи. Мы их любим, уважаем, они все время пытаются сказать, что мы рабочие. Подходит ко мне, говорит, инженер, говорит, слушай, я вот инженер. Так я рабочий или нет? Я говорю, вы же инженер. Ну, чего вы так себя недооцениваете? Без инженера. Вот Горький тоже так же говорил с коллегами. Ну, вы же, говорит, вот интеллигент. Он же освещает путь рабочему движению. Это прожектор. А ему показалось это мало. Или вот им нужно записать себя в рабочие, чтобы голосовать. В том числе в соответствии с уставом. Если, скажем, рабочий, должно быть большинство в комитете, чтобы голосовать. Ну, если человек не может убедить двух рабочих. Это интеллигент или нет? Скажите, пожалуйста. Вот он не будет голосовать. Он может убедить двух рабочих? Если он не может убедить двух рабочих, пусть голосует тогда. Это просто демонстрация того, что он, как интеллигент, ничтожество. Не в этом задача. Вот, скажем, картина, которую могут наблюдать участники Российского комитета рабочих. Впереди сидят рабочие, голосуют только они. У них встречающим голосом выступать могут с совещательным голосом. Профсоюзные работники, ученые. Люди, которые занимаются политической деятельностью, никому нет никакого запрета. Ну, а кто должен решить? Ну, если вам не удалось этих рабочих убедить, которые приехали из разных концов России, вам что, хотите их передавить голосами? Ну, конечно, можно набрать. Нам, я хочу сказать, что гораздо легче набрать полный зал интеллигентов, чем 30 человек рабочих с предприятий из разных краев России. Надо же приехать. Надо же, учитывая, какая у нас неделя, и до сколько их отпустят, и как с ними поступят, если они задержатся на один час на работу. Это сложная проблема. Вот поэтому я думаю, что вот все эти, так сказать, течения, и постоянно возникающие вопросами, а не рабочие ли я? Вот так вот. Правда, мне вот такой мысли не приходило как-то в голову. Но я уже тоже начинаю задумываться, Виктор Аркадьевич, а не рабочие ли я? Проголосуем. Спасибо за внимание. Микрофон. А, микрофон, я захватил, да. Захватишь. Виктор Аркадьевич, он роскошную тему захватил, я очень хорошо ее раскрыл. И надо сказать, что эта тема, она в интернете кипит, и там сейчас какие вот главные такие идеи, контридеи. Что в царское время был закон о кухаркиных детях, рабочие получить нормальное образование не могли, и поэтому там вот это все бурлило, умнейшие люди работали у станков, и поэтому они вот тянулись к знаниям, сделали революцию, а сейчас что? И советские, даже если взять там времена, там 70-х, 80-х годах, можно было поступить в ВУЗ спокойно, в станкушли и всякого рода отморозки, и самые умные люди, они, естественно, скопились в интеллигенции. И сейчас, в общем-то, число бюджетных мест в ВУЗах не уменьшилось, только увеличилось, и поступай там на психолога, на конфликтового, куда хочешь, и получай высшее образование. А те, кто не могут, те в станку, и как-то странно, что на них там смотрят, как на некую наиболее передовую общественную силу. Вот я могу сказать, как человек уже поживший, наблюдающий за своими, в том числе, однокрасниками, во-первых, это не так. И всяк, кто учился, тот скажет, что были ребята очень торговые в красе, которые, ну, они учились на стройку-четверку, потому что те вопросы, которые их интересовали, они ими интересовались, они там со старшим братом, с отцом там в гараже с его грузовиком возились, им это было интересно, математика им была просто неинтересна. Они ничуть не грубее, они просто не ставили перед собой задачи поступить в институт. Но даже если брать разгидяев и роботрясов, и сравнивать их с боги трудолюбивыми, так сказать, коллегами, ну, в смысле, по школе, то вот по прошествии ряда лет вот увиделось, что те вот ребята, которые даже в школе не отличались ответственностью, они, поступив на завод, они вот стали как-то вот взрослее, у них там семьи нормальные, они, ну, способны принимать решения грамотные в жизни. А многие из тех, на кого вроде как в школе возрагали надежды, они как-то так вот куда-то их забахтало, закрутили. Откуда это? Рабочий, по определению, это человек, занятый непосредственно производительным трудом. Между ним и деталью ничего нет. Если водитель, не позаботившись о своем автомобиле, там, скажем, он где-нибудь в дороге, вот в такое время, в такую погоду, как сейчас, ночью у него заглох автомобиль, и давай, разбирайся, шевели мозгами, что там у тебя срамалось, что там, как там, надо как-то замерзнешь. Если ты там точишь деталь, ты призум срамар за 15 тысяч долларов. Ну, в 90-е годы такие вопросы, в том числе и криминальными способами решались, у людей квартиры отнимали и так далее. Если ты там на погрузчике работаешь, у тебя у пара с 5 метров там ящик с телевизорами японскими, ну, то же самое. То есть, и здесь вот это диктует определенную ответственность. А у интеллигенции что? А у интеллигенции там можно самые разные решения принимать, я даже не беру высшую школу, которая вот сейчас вот, мне просто вот страшно, у меня сведения есть, что там сейчас в политехе нынешнем творится, как там обучают студентов. Виноватых нет. Все расцветает, передовой ректор, его Чубайс вот поздравлял здесь, на днях буквально с днем науки, нашего ректора Чубайс поздравил. И написал, что вот, вы так рискуете, потому что наука это сплошной риск, там ввязываешься в новое, непонятно, чем это закончится. Прекрасно понятно, чем это закончится. Тебе кучу денег дали, ты их себе прихапал, но они получились, извините, в науке отрицательный результат, тоже результат. Риск страшный. Ну, если, кажется, с кем-то не поделишься, то, наверное, да, она на риск, если это ничего здесь не рекомендуется. Вот. Это вот отношение, такое вот отношение, оно, конечно, диктует то, что рабочие, вот, знакомясь вот действительно с передовыми рабочими, конечно, действительно, реально передовой класс здесь способный, который способен взять власть. И классовая борьба, несмотря на все вот это, отсутствие вроде как забастовок, снижение профсоюзной активности, она на каком-то низовом уровне бурлит. Мне тут прислали письмо, товарищ пишет, что, ну, гнобит работодатель. Вот народ пока ждет развозок, он обсуждает, как бы вот заказать там работодателя у подручных, то есть бандитам дать денег, чтобы тем гову пробили где-то в подъезде. На полном серьезе причем. Вот. Ну, а вот профсоюз как-то вот не идут. Но, тем не менее, это, я думаю, это все перевернется, это все будет. Ну, а что касается того, что изменилось, тут какая-то третья революция, там седьмой промышленный украд. Товарищи дорогие, никакой промышленной революции со времен Маркса другой не было. Итак, производительность труда, как она рассказала времена Маркса, как он описывает, она и близко сейчас не растет. Похожие явления сейчас наблюдаются в области компьютерной индустрии, где каждое там определенное время удваивается производительность процессоров. Вот там сейчас, где-то последние десятилетия, где-то лет 60-70, происходит революция в компьютерной отрасли. То же самое творилось в области промышленности несколько веков тому назад. Там точно так же все нарастало, и то, что Маркс описывает в «Капитале», молот, совершающий 700 ударов в минуту, там другой молот какой-то сверхмощный, далеко сейчас промышленность не ушла от этого. Примерно с точки зрения обработки метаров, примерно то же самое все. Все осталось, и рабочая осталась, и численность рабочего класса, помируясь и брат, она неуклонно возрастает. Хотя и Маркс писал, что локально где-то численность рабочего класса убывает, рабочих увольняет, народ идет в прислугу, еще куда-то. Это был самый разгар промышленной революции в Англии, и здесь вот все, ничего не изменилось. Ну и вот роль интеллигенции все-таки. Вот сейчас интеллигенция, социальные слои, каково ее место, и какие тут можно провести аналогии со временем начало, со временем стулетней давности, скажем так. Интеллигенция, во-первых, это, конечно же, слой мягкобуржуазный. Почему? Потому что рабочий, это как Маркс писал, придаток к орудию. Про интеллигенцию и так нельзя сказать. Даже компьютер, скажем, вот у меня, например, более мощный компьютер дома стоит, чем на работе. И сейчас всякий компьютер себе, программист любой может купить, и такого нету. Есть у нас предприятие, да, несколько сотен программистов, сидят по этажам там и работают на одном месте, в смысле в одном месте собранное. Но это скорее аналог непромышленного предприятия мануфактуры, где вот сидели ручные эти сапожники, ручные ткачи, просто вот они один там кожу выделывают, другой там короткую набивают, разделение труда такого ручного. Мануфактура это не фабрика. Потом уже стали мануфактурами иногда фабрики называть и так далее. Маркс четко разделял, что вот мануфактура, а вот фабрично-заводское. И вот это скопище предприятия, где программисты работают в больших количествах, это вот аналог именно этой мануфактуры. То есть там средств производства, таких которых бы не было дома у программиста нету, о них там как-то разделен труд, ну и вопрос сохранности данных еще. Почему вот осторожно иногда подходит к удаленной работе программистов, чтобы сохранить данные. И все, и другого, и других никаких причин здесь нету. Они там работают и все. И у интеллигента вообще, у него багажник, у него вот здесь все находится, все его орудия труда. Ну, группа называет интеллигента придатком кульману там. Кульмана опять же у многих конструкторов до компьютерного эпохи дома стояли. У интеллигента есть отчеты, которые, когда вот сейчас уничтожались предприятия, он нанес отчеты, а сейчас как-то вот вроде зашевелилось немножко местами. Там вот как узры и агрегаты ромаются, а у него дома отчетов вот такая папка, как эти вопросы решались там 30 лет тому назад. С тех пор ничего не устали, а только наоборот. Вот. И он, так сказать, это то, что он это накопил, он это, так сказать, замзду, марую, как-то эти знания передает. Так что интеллигенция, это, конечно, это мягкобуржуазные классы, как вот совершенно верно Виктор Акаевич отметил, она рабочий класс сейчас в целом не поддерживает. Но когда рабочий класс придет к власти, и он создаст систему, чтобы и учителя, и врачи получали нормальную зарплату, и торговые инженеры получали нормальную зарплату, и достойная зарплата работников вузов, очень достойная, была именно в период диктатура пролетариата установлена в послевоенные годы. Зарплата доцента 3200 рублей, при цене автомобиля «Москвич» 9600 рублей, а профессора до 10 тысяч выходила. Каждый месяц я покупаю по автомобилю, еще останется на еду. Так что это пролетариат, когда придет к власти, он ведет порядок, когда интеллигенция будет заинтересована, его поддержит. Ну а сейчас пока что надо, конечно, в основном будить пролетариат и напоминать его историческую миссию. Всем большое спасибо за внимание. Последний вопрос, если мы его правильно расшифровали, значит, задается, что сегодняшние коммунисты мало внимания уделяют, говоря о рабочем классе, теме его союзников. Мол, сколько их процентов, численности в мире, непосредственно в России и прочее, прочее. И каковы желания рабочих в сегодняшней пятилетке, ну и что-то такое дальше там. Значит, желание рабочих, это, так сказать, прежде всего, жить лучше и чувствовать себя человеком, людьми. Так, а сколько у него союзников, вот из этой таблицы примерно можно глядеть. Мы уже выступая подчеркнули, что этот объективно его союзники, это практически все люди наемного труда. Так, значит, независимо от того, насколько они сегодня поддерживают рабочий класс, его борьбу, эти идеи и прочее, и прочее. Если переходить к цифрам, то всего занятых, занятых в народном хозяйстве, скажем, ну, в экономике страны, где-то 77 миллионов населения, откинем, около миллиона оценивается класс собственников и мелких собственников идет, пусть еще миллионов, там, пять им помогают обслуживать, эксплуатировать и прочее, прочее, а остальные, так сказать, люди и в том числе не работающие, а пенсионеры и так далее, они союзники, то есть огромная сила, ну, организовать ее, убедить, это сложно, или не так просто, скажем так. Значит, еще одно маленькое добавление, то, что касается совокупного работника, что ли, интересно, что у Маркса ведь описано это явление, где можно понять, о чем идет речь, вот он пишет, что эксплуатация труда тоже стоит труда, это тоже элемент, ну, управления, точно так же, как издержки, вызываемые надсмотрщиком над рабами и его кнутом, учтены в издержках производства рабовладельцы были, вот о чем шла речь, значит, как-то, но следует понимать в этом деле. Значит, за внимание спасибо, хотел маленький, может быть, забавный эпизод, он имеет или не имеет отношение собственной жизни рассказать. Вот, когда я молодым мастером пришел на завод, значит, я без большого удовольствия пришел, у меня-то вроде специальность динамика полета, теория автоматического управления, так сказать, планировал траектории считать, там, если не космических, то баллистических ракет, еще тут, значит, стружка металлическая, станки, железо вперед, там, двигатель, как чего-то, здесь, ну, постепенно, так сказать, втягиваясь, выполняя производственные задачи, один раз столкнулся с такой парадоксальной ситуацией, где лучше понял характер, что ли, рабочего класса, директор завода заходит в кабинет начальника, когда с кулаком по столу, там, телефон в Дребенске, ты посмотри, что там у тебя делается, а у нас во дворе цеха градирни стоит, теплая вода, там, теплое пятно, и на нем сидят коты, несколько десятков, там, они какие-то однородные, все, черно-белые, видно замкнутое пространство, у них идут мутационные изменения, какие-то плешивые, с какими-то болячками, еще что-то, чтобы ты ликвидировал хозяйство, директор, и пошел, генеральный, начальник цеха и слушай, ну, у тебя самый молодой дежный участок, давай, значит, получаю в распоряжение, я уж не помню, 200 рублей выпишем, значит, организуй команду, поймать, отловить, там, у завхоза, там, есть сетка, или что-то, ну, о чем речь-то, такие деньги, сейчас, если по четвертному выписать, значит, 8 человек, да тут, за этих, как, прихожу, там, собрал, значит, слесаря мои, старшие, и вот так и так, ребята, слесаря такие, там, знаешь, какой-нибудь червонец из тебя вытрясут, если что-то не соответствует технологии, там, или инструмент, не тот и тот, значит, на ура, задачу, думаю, сейчас решим, что ты добрый, говорит, нет, знаешь, мастер, ты, с этой задачей, значит, живодерные устраивать, значит, и молодежь, мы тебя просим в это дело не втягивать, пусть решают, там, эти, кому положено, не все рублем, и собственная гордость была, и я пошел к начальнику цеха, сказал, знаешь, по принципиальным соображениям отказывается, и не, вот, говорит, ну, я так и думал, вызвали других специалистов, там, приехали, решили, значит, в заключение хотел подчеркнуть, конечно, вот эти рассуждения о том, что, значит, научно-технический прогресс, мир меняется, жизнь другая, смотри, сейчас уже обеспеченный, там, конечно, у меня бабка в семье выросла, слесаря-лекальщика, Морозовского порохового завода, значит, 13 человек детей в семье, да, все жили в одной комнате, сапоги были там пар-пять, наверное, на всех, или что-то где-то, да, не доедали еще чего-то, и, конечно, если с тех времен глянуть на сегодняшнее наше обеспечение, и ботинки, и, так сказать, несколько костюмов, а посуды сколько, да, это, вроде как, почти зажравшись, или, как в какой-то класс такой зажиточный, но, значит, речь-то идет, прежде всего, о том, что люди, так сказать, мыслящие существа, и они должны чувствовать себя человеком в этом плане, и судить о том, что жизнь стала лучше, потому что при Сталине мобильных телефонов не было, сегодня и бомжи ходят с мобильниками, конечно, никак нельзя, и вот, когда, значит, мы говорим, там, помните, Ленина, знаменитая фраза о том, чтобы пробудить в коняке человека, то сегодня с развитием научного технического прогресса как раз появилось огромные возможности у буржуазии держать людей в состоянии вот этого сытого, довольного, ограниченного умственно быдла, которому, спектр интересов в два пальца, так сказать, и суббота с воскресеньем, вот о чем речь идет, поэтому задачу мы решаем огромной важности, значит, человека пробудить в человеке, и, как говорил Владимир Ильич, перед этой задачей законны любые жертвы, поэтому за внимание спасибо, всем нам успехов в этой борьбе. Спасибо, Илья Дорогаевич, тема следующего занятия «Как рабочему классу построить свое государство». Идет занятие доцент Герасим Влада Михайловича. Встречаемся перед ним. Так, товарищи, граната «Разнородная правда» и «Рабочие делайте». У кого нету? Я взял. У меня есть «Разнородная правда».